У Аленовских задача найти комплект школьной формы до 4000. Алене... Что, пойдем померим? Нет. И Артем. О, Тём, смотри, тебе на вырос. Классные штаны. Ужас. Три года в них проходишь. Давай попробуем померить. Нет. На помощь стилиста Маргариту Зотову. При подборе формы, конечно, учитываем требования школ. Стиль деловой. Для мальчиков и для девочек белый верх, темный низ, без вычерностей. В нашей школе просит администрация носить тёмно-синие тона. Сверху можно надевать какие-то пастельные тона или белые. База для мальчиков. Брюки, рубашка, жилет, пиджак или лёгкий кэш. Я не ношу пиджаки, а бомберы – это идеальный вариант вместо пиджака. Для девочек это тоже вариант. Но чаще юбка или сарафан с блузкой, платье. В любом случае, главное, чтобы в тканях никакого полиэстера, меньше пота и кожа дышать будет. Блузка, рубашка, хлопок. Брюки, пиджаки, сарафаны, из шерсти, вискозы и того же хлопка. Даже для небольшого бюджета варианты будут. Такой наряд можно уложить в 3000 рублей. Бюджетный вариант для Алены. Юбка, рубашка, жилет. Всё по тысяче. Не, не, не. Минимум для Артёма. Из рубашки и брюк, без бомбера – 2000. Сейчас не модно носить широкие штаны. Мне нравится, это некрасиво. Нужны одинаковые тона, чтобы юбка сочеталась с верхом. Пиджак не подходит к юбке, потому что он бархатный. В общем, бюджет на одежду с хорошим фасоном, чтобы сидела и без лишних деталей, нужно ещё поискать. Полоски на рубашке смотрятся дёшево. В итоге комплект для Артёма, который устроил и семью, и стилиста – 7 тысяч рублей. Приталенные брюки, удобная рубашка на кнопках и однотонный бомбер. Удобный фасон, всё в цвет. На Алену костюм с блузкой – 10 тысяч. Берём вот эту блузку? Да. И ещё. После начала учебного года цены на школьную одежду упадут. Продавцы уверяют – на 30-50%. Закупка и вещей на смену можно немного подождать. Евгений Баляков, Дмитрий Парфёнов, Сергей Намунко, Первый канал.